В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете в этом году отремонтируют 20 подъездов. Мы совмещаем эти программы, чтобы у нас с вами жители не почувствовали проблемы два раза. Благородная профессия. Сегодня в России отмечается День социального работника. Помогает мне всегда. Им приносится, все приносится, все хорошее. 17-0. Яркой победой наших мотоболистов завершилась игра со спортсменами из Краснодарской зари. На домашнем стадионе всегда хочется сыграть на 100%, показать зрителям, на что мы способны. В рамках московской областной программы «Мой подъезд» в этом году в Ленинском городском округе отремонтируют 20 подъездов. Большая часть из них находится в домах старого фонда города Видное. По какой схеме отбирались адреса и что подлежит замене, узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. При надлежащей работе управляющей компании подъезды домов в хорошем состоянии могут находиться очень долго. Это как с квартирой. Если за ней ухаживать, то и ремонт часто делать не придется. Но на деле не всегда получается идеально. И жильцы сталкиваются с тем, что краска облупилась, плитка треснула, входная группа перестала радовать глаз. А срок капитального ремонта еще не подошел. Поэтому в Московской области была создана губернаторская программа «Мой подъезд», которая софинансирует расходы на реконструкцию. Эта программа с фондом капремонта впрямую не завязана. Однако мы понимаем, что в случае, если при ремонте подъезда требуются какие-то работы, достаточно серьезные инженеры, стояки поменять в доме, водоснабжение, водоотведение или теплоснабжение, тогда да, мы совмещаем эти программы, чтобы у нас с вами жители не почувствовали проблему два раза. Представляете, да, ремонт подъезда сделали, а на следующий год начали менять какие-либо коммуникации в доме. В этом году в Ленинском городском округе в программу попало 20 подъездов. Основная часть в «Видном» и, как это ни странно, в старом фонде. Обновляются входные группы, устанавливаются пандусы и новые двери. На всех этажах меняются окна, напольное покрытие, красятся стены. Монтируются новые почтовые ящики и световые приборы. Дом по проспекту Ленинского комсомола 2, корпус 1, также включен в программу «Мой подъезд». К концу июня он изменится до неузнаваемости. Все работы согласованы с жителями, учтены их вкусовые предпочтения. Глобальная работа, потому что данный дом – это один из больших домов МОПУ КЖКХ, то есть по площади. Мы стараемся, чтобы люди минимум переживали неудобства. У нас постоянно работают уборщицы, то есть вечером. В 10 из 20 подъездов ремонт уже завершился. Пример, как они выглядят после реконструкции, можно увидеть на проспекте Ленинского комсомола 35. Здесь жители также принимали активное участие в переделке. Во-первых, вот у нас сразу вот эти вот крылечки и ступенечки сделали, привели в порядок. У нас тут все рухнуло. Во-вторых, вот эта крыша сделана, вот видите, новую сделана. Козырек. Но единственное, что вот они не сделали вот отлив вот этот вот, чтобы сливалось, потому что вот видите, все подтеки, все идут куда, вот сюда. Вот единственное, что не нравится. Есть недостатки, но ребята работали хорошие. В этом сезоне муниципальная управляющая компания решила взять на себя повышенные обязательства и сверхпрограммы отремонтировать еще 15 подъездов. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. День донора прошел в Южной поликлинике поселка Дрожино. Здесь расположились специалисты выездной бригады Московской областной станции «Переливание крови», которые принимали всех желающих сдать кровь. С некоторыми из доноров побеседовала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Значит, смотрите, везде нет ни галочки, ни черточки, везде нет. В Южной поликлинике поселка Дрожино сегодня людно. Но не пациенты пришли сюда, а те, кто хочет сдать кровь. Егор Горбушин является донором с 2018 года. До этого сдавал кровь уже шесть раз. Егор работает преподавателем начальных классов во второй бутовской школе. Кстати, ни коллеги, ни ученики не знают, что он донор. Да и сам Егор на вопрос, почему решил стать донором, отвечает без пафоса. Я не задумывался особо. Просто была возможность сдать кровь, и почему бы и нет. Существуют ли какие-то ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекцией? По заверениям врачей, наличие антител в крови на процесс сдачи крови не влияет. Но в зависимости от тяжести перенесенного заболевания, некоторые условия все же необходимо соблюдать. Если человек переболел пневмонией, то он не допускается к сдачи крови в течение четырех месяцев. Если в простой форме, как КОВРВИ, то через месяц. А прививка, если человек привился, например? Если человек привился и есть у него антитела, Единственным ограничением для этого является только время от момента последней вакцинации. Должен пройти месяц. У Айны Магомедовой редкая группа крови, четвертая отрицательная. В Южную поликлинику на день донора приходят уже во второй раз. Для нее спасение жизни не абстрактная словесная конструкция, а часть собственного опыта. До этого я сдавала несколько лет назад для ребенка. Мне звонили из донорской службы по поводу крови. Был больной ребенок и знали, что у меня отрицательная кровь. И приглашали, чтобы я сдала конкретно для этого ребенка кровь. Тренер подзюдо Гаджимурад Гаджимурадов – человек в округе известный депутат Совета депутатов Ленинского округа. Он тоже донор с 20-летним стажем и отмечает, что условия, в которых идет сдача крови, становятся все лучше. Доброжелательные отношения. Меня порадовало то, что люди приходят сюда тоже сдавать кровь. Я в этой больнице первый раз сдаю. До этого сдавал кровь. Папа – почетный донор. Тем временем у стола врача разгорается небольшой скандал. Если я донор, как это, и лично, и лично. Первый раз, если я бы уже 40 лет не сдавала. А если я год назад сдавала, потом не сдавала с этой короной. Светлана Николаевна Лобачева работает в Южной поликлинике рентген-лаборантом. Ей больше 60 лет, из них 40, она сдает кровь. Но в этот раз ей отказали по причине возраста. Точнее, попытались отказать. Я же донор. И тогда вот она позвонила доктор другому заведующему, видимо, и решили этот вопрос, что очень хочет. Да, хочу. Поэтому я все время сдаю в Ленинский проспект или в Царицыно. А сюда второй раз прихожу, меня опять не берут. Но сегодня я добилась своего. Главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова также решила посетить Южную поликлинику, где мы ее неожиданно встретили. Она рассказала, что начиналось все в виде приключения, как говорится, за компанию, а стала важной частью жизни. Я не первый раз кровь сдаю, я начала еще сдавать лет 17, с 18, когда в институте училась. Тогда это было вообще замечательно, потому что можно было получить трехдневное питание в столовой. В 90-е годы это очень ценно было. Сейчас это, наверное, просто понимаешь, что это нужно людям. У этих людей разные профессии, разные взгляды на жизнь, но объединяет их одно – желание помочь. И реализация этого желания и есть главная их награда. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ». В Подмосковье реализуется губернаторская программа по проведению диспансеризации «День семейного здоровья». За одно посещение родителей дети получат врачебные рекомендации, а в случае рисков развития заболеваний будут направлены на дополнительное обследование. Подробности у Дмитрия книги. В детской поликлинике города «Видное» состоялся этап губернаторской программы «День семейного здоровья». Это профессиональный медицинский осмотр для родителей и их детей. Это мероприятие посвящено тому, чтобы люди, взрослые и также, конечно, дети заботились о своем состоянии здоровья, чтобы они его старались укреплять, чтобы оно было крепче, чтобы оно было лучше. Уникальным такой формат диспансеризации стал благодаря развлекательной программе, которую проводил Клоун Алекс и его команда. Чтобы маленькие посетители поликлиники смогли отвлечься, им предложили поучаствовать в играх и конкурсах перед тем, как зайти в кабинет к врачу. Очень важно следить за своим здоровьем. К тому же сейчас такие тяжелые времена, в стране пандемия, как ни крути, поэтому внимание нужно уделять своему здоровью, здоровью своему ребенку в обязательном порядке. В зависимости от возраста дети проходят осмотр у тех или иных врачей. На этот раз они попали на прием к педиатру, ортопеду и стоматологу. Надо взять за правило, что нужно каждые полгода всей семьей обязательно ходить на осмотр профилактический к стоматологу, приучать ребенка к тому, что иногда врач осматривает его зубы. И первое посещение должно быть в первые два месяца жизни. Все доктора отмечают необходимость своевременного посещения медицинского учреждения, особенно для самых маленьких пациентов. При ранней диагностике любое отклонение от нормы проще контролировать и лечить в дальнейшем. Детки идут в детские сады, в школы, поэтому ребенок должен быть полностью обследован. То есть мы ему смотрим, измеряем вес, рост, смотрим соматические статусы, делаем свое заключение, пишем группу здоровья, также физкультурную группу. В рамках Дня семейного здоровья взрослые также прошли диспансеризацию и посетили врачей по своему списку. У нас есть уже даже план, ежемесячно будет проходить такие дни, поэтому читайте информацию на нашем сайте поликлиники и больницы, даты уже указаны, поэтому всех приглашаем пройти совместный семейный медосмотр. По итогам осмотра выдается паспорт здоровья семьи, в котором указываются все основные моменты, на которые стоит обратить внимание как взрослым, так и детям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Наша съемочная группа встретилась с Ольгой Чаркиной, представительницей, пожалуй, самой милосердной профессии, которая рассказала о тонкостях своей работы. Принести тяжелые сумки с продуктами, убраться в доме, получить пенсию, купить лекарства, сходить на почту, оплатить счета. Каждая из 13 подопечных соцработника Ольги Чаркиной с нетерпением ждет ее появление. Доброе утро, Нина Петровна. Вы меня даже здесь в коридоре встречаете. Заждались? К 85-летней Нине Вуколовой Ольга приходит два раза в неделю. Нина Петровна долго отказывалась от помощи. Совсем справлялась сама. Ведь на пенсию вышла всего 4 года назад. На фабрике работала обойщицей. Потом, когда оттуда рассчиталась, я устроилась здесь. Работала уборщицей. Убирала два дома и еще эту мусорку. И вот только четвертый год с она пенсии. Выходит на улицу погулять. Она может сама еще выйти погулять по дому. В основном все она делает сама, конечно. Но уже силы не те. Мы уже стараемся облегчить ей жизнь. Приносим продукты. Если нужно, можем и за квартиру заплатить, и лекарства купить. В социальной сфере Ольга Чаркина работает три года. Она шла эту вакансию через подругу. Поняла, что это действительно то, чем она хотела бы заниматься всю жизнь. Подход к каждому пенсионеру индивидуальный. По потребностям. Кому, какие услуги нужны. Есть больные люди, которые лежат, инвалиды, которые вообще лежат. Соответственно, у них идет и кормление, и замена памперса. Поэтому услуги, к каждому пенсионеру индивидуальный подход. Быть терпеливой, мудрой, выносливой и любить тех, кто в тебе нуждается. Именно такими качествами, считает Ольга, должен обладать соцработник. Ольга Чаркина обслуживает хорошо. Помогает. Другой раз что-нибудь не в моготу мне. Бывает-то иногда. Помогает мне всегда. Им приносит сюда. Все приносит. Все хорошее. Есть у меня бабушки, дедушки, к которым я хожу каждый день. Это непосредственно те, которые уже не могут самостоятельно ничего дома делать. Мы кормим их. В нашей работе не может быть случайных людей. Это труд по призванию, считает Ольга Чаркина. Он по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о других. Несомненно, социальный работник – это не просто профессия. Это скорее образ жизни и состояние души. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновские «Металлурки» – игроки команды «Заря» из Краснодарского края сошлись в первом домашнем матче по мотоболу в рамках чемпионата России. Команды уже встречались не раз и всегда победителями становились наши спортсмены. Не стало исключением и эта игра. Торжественное открытие Кубка России по мотоболу прошло на стадионе «Металлурк». В первой встрече соперниками наших чемпионов стали спортсмены команды «Заря» из Краснодарского края. Видновчане подошли к соревнованиям в отличной форме. Думали, Европа будет опять целенаправленно к Европе готовить. Но, к сожалению, опять, видимо, на 22-й год перевезли. Поэтому, я думаю, в наилучшей форме. Яркая, захватывающая игра завязалась с первых же минут. Но интриги не случилось. Фаворитами турнира сразу же стали видновчане, которые уже в первом периоде отправили в ворота соперника шесть мячей. И дальше только наращивали свою мощь. Краснодарские же мотоболисты старались не терять боевой настрой. Я считаю, нам нужно наладить игру в пас, более-менее наладить игру в пас. Поэтому начнут залетать мячи. Потому что «Металлурк» обороняется очень хорошо, и нужно ловить их просто на ошибки. Но ошибок наши спортсмены не допускали, и дальше разрыв в счете только увеличивался. На домашнем стадионе всегда хочется сыграть на 100%, показать зрителям, на что мы способны. Играем для них. И действительно, эта встреча подарила болельщикам массу эмоций. Поддержать «Металлурк» пришли сотни видновчан и гостей города. И наши спортсмены, как обычно, не подвели и устроили настоящий спортивный праздник. Как вам сегодняшняя игра? Очень хорошо играют, нам очень нравится. Ребята молодцы, много голов, все здорово. Ваше впечатление? Просто замечательно, и тем более в прошлом году был только кубок. Фактически два года не было чемпионата, так что все просто чудесно. Итог игры 17-0. Следующий матч в рамках чемпионата России состоится уже совсем скоро, 12 июня. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.